Брикетами мы топимся. Пока минусовой температуры не было, у меня уходят две пачки брикетов в день. Дом у нас почти 120 квадратов. Дина Захарова вникает в работу дровяной печи, которая будет отапливать ее дом всю зиму. Раньше этим занимался супруг, но осенью его мобилизовали. Папа уехал защищать нашу родину. 26 сентября его мобилизовали. Осталась я в частном доме одна с двумя детьми. Первоклассник, у меня ребенок старший, и Кадавасик. Сама в декрете сейчас осваиваю, как это все делается. Доставка топлива в СНТ для семьи с маленькими детьми – дело непростое. Едино обратилась просьба о помощи к властям. К решению вопроса подключился Центр помощи семьям мобилизованных, созданный в городском округе по поручению губернатора Московской области. 4,5 тонны топливных брикетов, запас на три месяца, помог приобрести и доставить к дому Захаровых депутат Совета депутатов Григорий Агекян. В дом, поближе к печи, брикеты помогли перенести волонтерам. Куда нам? Давайте, вот сюда. Ребята, давайте, соберем. На следующий день, в первой половине дня со мной уже связались. И буквально в этот же день ко мне приехали, привезли брикеты. И я благодарна администрации нашего города, депутату, который посодействовал, который приобрел брикеты эти. Мало того, что приобрели, так привезли. Мы работаем совместно с Центром поддержки семей мобилизованных. К нам поступают заявки абсолютно разные на приобретение продуктов, лекарств. Сегодня мы доставили брикеты для семьи, чтобы можно было отопить дом. И пока наши ребята находятся там на передовой, для молодежи сейчас первостепенная задача – это помочь семьям, которые остались здесь. Центр помощи семьям мобилизованных работает ежедневно, кроме воскресенья. Контактные телефоны вы видите на экране. Михаил Налетов, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.